а где водитель бабушку на ушел вместо происшествия а знаете его кто этот человек нет не знаем незнакомы да видела ночь а кого сбил а вот кровь видно вашего сына и убежал с места происшествия а он пьяный был трезвый выпивший да а где сотрудники гаи преступник скрылся здравствуйте инспектор интернет-тв голос народа помощник народного депутата олега общественного порядка я не дознаватель честно ну а с кем нам общаться по поводу чего общаться ну по поводу того кому принадлежал автомобиль где следователь дознаватель а мы берем информацию вот там на дорожке домой шел так что не надо не надо не надо я говорю именно возле машины здесь ну а это достаточно или как это не так это так не надо я не адвокат а кто вы такой ну кто вы такой ну откуда вы взялись вообще-то я живу ну и что вы видели что-то я видел как и все это происходило ну и как все происходило а тут вот человек который вон сидит там в остановке вместе с этим человеком то не надо мне фотографировать чего не надо 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 меня фотографировать нужно разбираться это человек вместе с этим пьяном очки где-то здесь находились да вот тапочки что лежат что-то это на правду не похоже что бабушка тягала тапочки перекладывала важно был бы я не давайте спросим у гаи что сейчас приедет экспертиза придет а вы тоже по моему выпивший да я отрезал я отрезал ну все а я что значит не мурчи что ты такое говори это нужно у человека что вы рассказываете это безсовестность прекратите а что вы рассказываете руки это статья уголовная берите руки что значит руки руки не машите руки ну да ну конечно желательно отойти на метр от меня от меня а почему можно убежать или что нет просто отойти я еще раз повторю убежать надо вы выпивший в общественном месте сейчас будем вызывать 102 вызывайте ну и что я отрезал ну и что отойдите от меня я с вами общаться не желаю я вообще свидетель этого дтп ну замечательно а чё вы мне рассказываете руки куда меня убрать а вот что кто-то попросил их дать определенные показания да наверное хозяева маршрутки этого происшествия вместе с ним в смысле почему прям он может отойти от меня им буду вам светить никуда ну чтобы не подходили ко мне близко у меня лампы нет потому что сейчас ночное время ну надо же когда нам съемку произвести глянь по выдергивали салона информацию привет не видно какому предприятию уже принадлежит прикинь он там видишь пустой этот пустой файлик уже все поделись свидетелей уже наняли алкашей кто кто не знаю хозяева маршрутки наверно мать говорит говорит что мать бабушка ходила тапки переносила представляешь а куда из салона делась это лицензия кому принадлежит машина какому предприятию кто ее уже вытащил а вы не могли бы подойти и спросите уважаемые сотрудники гаи куда из салона делась информация кому принадлежит маршрутка как это не владеете но почему вы не прибыли ну а где водитель водитель стоит давайте его найдем посмотрим осветительствуем его конечно давайте найдем где он где в стороне где водитель айу водитель давайте искать водителя принимай какие-то оперативные меры но он просто и убежит сейчас выдернул бумажку с информацией с салона и исчез водитель на месте ну да где он давайте его осветительствуем посмотрим сколько у него алкоголя было в крови я вас еще раз прошу давайте успокойтесь отойдите ребята а вот водитель смотрите нет это повыше немножко здравствуйте вы что чуть-чуть бухнули да когда за руль сели ну это ты завтра утром встали скажите а какому предприятию принадлежил автомобиль ваш а водитель вам что плохо водитель водитель какому предприятию принадлежала маршрутка отвечайте на вопрос помощник народного депутата олег оляшков я тебя учусь привет смотрите тут какой кипиш вокруг его защищают свидетели о да 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 вот они свети блять сука вот это слышишь убери нахер свою камеру да снимай блять убери сука свою камеру ебучую нахуя я че сонарь нахуя забил водитель шо вы отворачиваетесь называйте предприятие ну вот тапочки лежат видишь ну вот тапочки лежат видишь водитель нуля его не отсюда тянули смотри какой след это не он увидел он наверное прихерачивает не знаешь как летают ну да да увидел вот вот уже тормозил а ну давай пусть посмотрим да вот смотри след торможения а че нет да по моему да а ну еще сюда вот 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 да вот он тормозил тормозил смотрите а тут след торможения отсюда идет надо сюда ставить смотрите вот вот тут поставьте а то сейчас затопчут потом не будет видно вот смотрите вот след вот вот еще еще ну посиди нормально вот видите где начинается вот здесь пошли засним а то затопчут потом видно снимаются торможения он воду пьет лекарства пьют воду с лекарством чтобы его попустила от синьки повезли давайте его свидетельство на месте инспектор так немедленно сделайте это не светило товарищ да можете сейчас у вас у вас что брагера нет а да да давайте достать не ну так ну как можно оператору доложить я прекрасно понимаю но у вас есть на месте прибор дайте ему дыхнуть узнаем сколько промилле в крови чего ждать вот понятые два человека ну это ж можно элементарно быстренько сделать ну можно у нас по городу знаете сколько дороже кто то на воспроизведение кто то там кто то там это ж не так просто звоните в областное пусть привозят вам драгер пусть привозят что угодно давайте освидетельствовать потому что у нас появляются сомнения в том что вы ведете следствие не заангажировано понимаете в чем дело просто пусть пока есть же драгер может провести что продули на месте сразу предварительно потому что сейчас трагер выйдет и как бы и он будет уже трезвый она сейчас пока мне даже бутылка пива может показать а так ничего не покажет что я могу сказать я задал этот вопрос даже операция начальство сказали ждите следствие так драгером на месте заниматься вам что заплатил кто то скажите все ладно подожди не ну вы скажите вам кто то заплатил чтобы его не освидетельствовали вовремя это коррупция самая настоящая вы что вам эти маршрутчики заносят по 500 гривен каждый месяц чтобы вы их маршрутки не трогали начальнику ГАИ или почему в чем вопрос почему нельзя привести драгер и чтобы он сейчас вздохнул на месте то вы занимаетесь не тем видите бьет какую-то мутную водичку отворачивается раствор какой-то да чп потенциал у вас предприятия водитель еще территорию слышишь милиция как обычно не берет трубку а ты 102 да освидетельствовать водителя никто не хочет на месте ждут пока у него выдохнется алкоголь ну так ты же видишь нет потому что сын заглянул но я с зятем прибежала с мужем я просто уже следом шла но его скорая забрала да скорая забрала они его повезли в областную реанимацию ну ну мы вот поехали следом жжасваха поехали на машине не могла ничем уехать они как бы ну еще не доехали до этой самой они как бы или останавливались останавливались ну постановились потому что а останавливались ну останавливались во первых ну поскольку я работаю в областной больнице я знаю что скорая должна довести его живым И они будут делать последние, все эти самые, чтобы его довести к живым. То есть, может быть, была там угроза. А видите, даже если, не дай бог, будет летальный исход, водителя сейчас отпоят из маршрутки, уже выдернули информацию, кому она принадлежит. И предприятие не будет нести ответственность. Да никто не будет нести ответственность. Никто не будет нести ответственность. И это у нас в городе продолжается постоянно. Перевернулась маршрутка на второй больнице, никто не отвечал. Никто не отвечал. А девочку сбили на этом самом, на пешеходном переходе, вот, которая умерла на Ольховском. Кто-то ответил, никто не ответил. Все спишут, я могу сказать сейчас, все спишут. У нас уже сказали, что он у нас систематически бросался. Систематически бросался. Все, спишут на то, что он был ян. Я сразу не забрала водителя. А когда мы подошли, тут сказали, что это самое. Мы понимаем, что у начальника ГАИ хорошее отношение с предприятиями-перевозчиками города. Но неужели они будут теперь уже и людей сбивать, а и отвечать не будут? Ну как это? Ну деньги деньгами, а человеческие отношения, понятия, совесть, что-нибудь есть у вас? Скажите. Не везут ему... Время идет, а водителя все, свидетельствовать не хотят. Вот допил уже свое лекарство, вот бутылочка лежит, видно. Атаксил или что он там пил. Сейчас еще немножко посидит, и окажется, что он был трезвый. Это стало интересно. Да. Я звонила с мобильного телефона, 10 вызовов, с городского 10 на 102. Звонила моя мама, звонил парень, который здесь стоял, звонил мужчина, который все это видел. 102 не берет трубку. И я только что звонил, 102 не берет трубку. Это объяснить вообще, я не понимаю. Потому что знают, что за происшествие, знают, что нужно... Извините, а что в номере написано, что это именно по этому детали, а может человека убивают? Они же видят, откуда звонят, скорее всего. Ну, вот так вот у нас работает милиция. Ну, мобильный, как они видят мобильный? Видят, видят, видят. Нет, откуда звонят? А, пеленгуют меня откуда? Думаю, да. Я понимаю, ну... Вот это меня вообще, я так понимаю, первый раз я сталкиваюсь? А водитель в машине? Водитель вот он сидит, отворачивается, уже допил лекарство, атаксил или что он там пил. Ну, атаксил он через час ничего не покажет, ради бога. Да. Так что вот меня вообще вот это вот интересно стало. Звонили люди, и я, я же говорю, и это само... Они аргументируют, что якобы спасают его от самосуда. Какого самосуда? Нет, у них тут никого не мах. Вот видите. Сын уехал в реанимацию. Сын, который мог ему самосуд сделать, сын. Которого удержали, и он уехал в реанимацию. Которого удержали, да. Вот требуйте от сотрудников ГАИ, чтобы они его немедленно освидетельствовали. Самосуд был на Ольховском, когда вытаскивали, и когда открыли окно, и в рожу получил водитель. И правильно сделали, как избили тогда. Самосуд, где самосуд? Все стоят с бутылкой пива и все смотрят, и обсирают человека. У меня никто не срогает. Кишка там-то выйдет. Вообще, ну... Конечно, там рука кишка там-то. От моего кулачка. А вот ему сделается. Ему и детям его. И детям его. Пострадают его. Почему вы вынули из салона информацию, которая подтверждает принадлежность маршрутке к какому-то предприятию? Скажите, водитель, куда вы дели информацию из салона? Спасибо. 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 А я неуполномочен. Я же неуполномочен. Спасибо. Что, не будет драгера, да? Уже три часа прошло, а свидетельства не будет человека, да? Бухайте за рулем, сбивайте людей дальше. Правильно. Ответственности нести никто не будет. Про пивка еще возьми, сейчас лупани. Чего ты? Продолжение следует...